Всем привет! Сегодня разбираю четырехкомнатную квартиру в жилом квартале Нагорный, вторая очередь, застройщик УГМК. Посмотрим, что они там настроили. Четырехкомнатная квартира номер К-2.2-3-5. Гая, как система Дужу Курмошхона, форма основы сознания, хитомашихарбашарбат, бентарного состояния. Стоимостью 10 миллионов 788 тысяч рублей, однако. Сдача, кстати говоря, четвертый квартал 2021 года, так что успевайте приобретать оставшиеся квартиры в жилом квартале Нагорный. Ну а я посмотрю, что можно сделать с этой планировкой, а может быть и делать ничего не нужно. Первое, с чего начинаем осмотры квартиры, это, конечно же, прихожая. Заходя в эту квартиру, мы попадаем в большой холл. И прихожей-то его назвать сложно. Это реально большой 17-метровый холл. И это очень здорово на первый взгляд. Но когда начинаем присматриваться, то видим некоторые странности. Первое из которых, это нужно пройти в обуви и в одежде до шкафа, который в дальнем углу. А это значит разнести грязь по прихожей, через которую вы потом будете ходить по квартире. Потому что самая часто посещаемая комната, это кухня-гостиная, согласитесь, из которой вы будете выходить, заходить. И все время это будете делать через прихожую. Короче, первый косяк, это проходная прихожая. Так делать нельзя и нужно это каким-то образом исправлять. Второе, это же 4-комнатная квартира. А значит, предполагается, что здесь будет жить как минимум 4 человека. У 4-х человек одежды гораздо больше, чем этот шкаф здесь показанный. Ну, сами посудите, сколько вам нужно одежды, чтобы чувствовать себя комфортно. Наверняка не один пиджачок в вашем гардеробе, а тем более зимних курток. У кого-то по 2-3 пуховика, а есть еще шубы, плащи, спортивные куртки, ну и так далее. Теперь умножьте это на 4, посмотрите на этот шкаф, его явно вам будет не хватать. Короче, мест хранения нет и нужно с этим что-то делать в гардеробе. Идем дальше. Кухня-гостиная. Сам кухонный гарнитур очень маленький. Посмотрите, здесь места для приготовления пищи совершенно не остается. Справа от мойки предлагается, ну, сантиметров 10. Дальше свободная поверхность. Этот угол, где наверняка встанет чайник, тостер, какой-нибудь блендер, комбайн, ну и всякое такое прочее, что вы любите ставить на кухню. Короче, этим углом вы пользоваться не будете. Дальше остается еще маленькое местечко, на котором предлагается что-то там порезать. Но и его будет тоже мало. Зато есть барная стойка, за которой вы можете выпить пивко с вашим другом, пока ваша бедная жена корячится на этой маленькой кухне. Не зная, где расположить ножи, тарелки и всякую прочую утварь, необходимую для готовки. Друзья, такие маленькие кухни делать нельзя, кухню надо делать больше. Второй странный момент в общей комнате. Это обеденный стол. Почему он такой маленький? Ребята, я жил в квартире двухкомнатной, у меня тоже стоял такой маленький стол. Нас тоже было четверо. И я вам скажу, что это было дико неудобно сидеть за таким маленьким столом, тем более который придвинут к стене. Тем людям, которые будут сидеть рядом со стеной, банально неудобно. Они же локтями будут в стену упираться. Хотя нет, это удобно тогда, когда вы уже напились с другом пиво и присели, облаготившись к стеночке. Может быть даже немножечко вздремнете. Удобное решение, согласен. Но мы же так не хотим. Мы же не для каких-то там друзей-пивоманов делаем квартиру. Шутка. Дорогой коньяк, глубоко уважаемый виски, я прощаюсь с вами на неделю. В общем, стол нужно ставить отдельно стоящий. Потому что стол, который примыкает к стене, он еще и стену марает. Ну, знаете, стена засаливается. Следующее. Диван и телевизор. И больше ничего нет. И я не вижу, куда можно поставить кресло. Но это на случай. Вдруг вся семья соберется кино посмотреть. А места всего три на диване. Ну, хотя если все худенькие, как я, то могут в принципе все четвером на диванчик уместиться. Правда, речи не идет о гостях. И им уже точно негде будет сесть. Кстати, за обеденным столом тоже мест немного. Поэтому гостей лучше сюда не звать. Соседняя комната. Это спальня для родителей. Она большая, 20 метров. Но как-то очень странно здесь расположена мебель. Во-первых, такая спальня вообще не годится. Потому что здесь нет гардероба, нету ванной. А это значит, что родители будут себя чувствовать не очень комфортно. А комфортно они себя будут чувствовать, если у них будет так называемая мастер спальня, где есть. Два пакетика травы, 75 ампул мискалина, 5 пакетиков дитиламил лизергиновой кислоты или... Кровать, гардероб и ванна. И все это за одной дверью. Ну, сами знаете, зачем это нужно. Малыш, а ты не проголодался? Да, ты прям угадала. Если не знаете, расскажу радость интимных отношений. Но чтобы не бегать, прикрывшись полотенцем, мимо комнат детских и не прячась от детей. Понятно, нет? Дальше детские комнаты. Одна направо, другая налево. Каждая по 20 метров. И это правда здорово. Иметь комнату площадью 20 квадратных метров, это зашибись. Но почему-то между ними ванны очень маленького размера. 3 квадратных метра и 6 квадратных метров. Поверьте, это очень мало. Я бы лучше уменьшил комнаты детские, но увеличил ванные комнаты. Потому что ванная комната это такая же полноценная комната, как и все остальные. И в зависимости от того, как вы ее оформите, так вы будете к ней и относиться. Либо это постирочно-помывочная, либо это комната для релакса. Зачем нужна комната для релакса? Чтобы деньги экономить, не нужно ходить в тайские салоны. Можно получить удовольствие в своей собственной ванной. Абсолютно бесплатно и гораздо чаще. И опять же под присмотром жены. Ну или мужа. А как вы собираетесь релаксировать, когда в вашей ванной комнате стоит стиральная машина? Ну как, объясните мне. Этот бытовой прибор помогает вам расслабиться. Да никак. Потому что на нем стоит таз с грязным бельем. Сверху полочки с различной химией. И когда вы на это смотрите, это все вам напоминает бытовуху. Надо постирать, потом погладить, потом пойти что-то приготовить, котлеты, например, пожарить. Но какое тут расслабление? Конечно, уже никакого не будет. Поэтому нужно убирать стиральные машины из ванных комнат всегда. Особенно из таких маленьких. Квартира большая, 120 метров. И что, не нашлось места для постирочной? Ха-ха-ха. Смешно. Это просто проектировщики не подумали. Поэтому нужно брать эту планировку и думать, где сделать постирочную, где сделать гардеробные, ну и так далее. В общем, все переделать. И тогда эта квартира действительно станет комфортной для проживания 4-х человек. А может быть даже и 5-ти. Ну, вдруг у вас 2 мальчика и 1 девочка. Мальчиков можно в одну комнату поселить. Хотя я бы всех в одну поселил. А себе забрал бы комнату под кабинет. Видите, в каких условиях я сижу и снимаю ролики? На улице. Потому что нет у меня дома своего кабинета. Все дети заняли. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. На колокольчик обязательно жмите. Да пребудет с вами муза. Так, следующая квартира. Следующая. Следующая. Это что у нас тут? Это у нас трешечка. Трешечка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok